МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Проект называется «Организация специальных танцевальных групп для глухих и слабослышащих детей». — Как это выглядело? Вы набираете группу, да, вот этих ребят, и с ними... — Да, да. Проект начался, на самом деле, гораздо раньше, еще в конце 15-го танцевального года. Это, получается, весна. К нам обратились двое мам с просьбой взять на обучение слабослышащих детей. Мы приняли решение, что надо попробовать. И, соответственно, с 1 сентября 2016 года мы занялись полноценно этим проектом. Набрали две группы и начали работать с детьми. — У вас танцевальная студия, да? — Да. — Вы с женой занимаетесь этим профессионально, вы профессиональные танцоры, да? — На самом деле, как всегда, действительно, мы не профессиональные танцоры. Для меня это было хобби с самого детства. В дальнейшем сделал карьеру, как ни странно, банковскую. И только потом перешел уже в собственное предприятие, как хотелось открыть уже танцевальную студию. А супруга является профессиональным педагогом и учителем английского языка. — Да. А вот на форум как вы попали? — О форуме слышали и заранее. То есть, на самом деле, огромное количество информации о форуме. Но в 2014-м очень хотелось поехать. Мы, к сожалению, в 2013-м даже не удалось. А вот в дальнейшем начали потихонечку уже присоединяться к форуму. И с каждым годом в этом году в том числе планируем. — Сначала вы занимались с двумя ребятишками, да? — Да. — Сейчас вот сколько ребят? — На данный момент семь. То есть, сначала было две группы. Но все-таки танцы, несмотря на то, что это искусство, отчасти это спорт. И работать приходится, отрабатывать по полной программе, как в спорте. Ну, увлечения у детей бывают, что меняются. Поэтому кто-то уходит, кто-то приходит. Это нормальная абсолютно ситуация. — Ребята все равно слабослышащие. Как вы общаетесь с ними? — Тренерскому составу пришлось частично изучить сурдоперевод. Ну, и детям в течение прошлого, получается, года привыкали, конечно же, к тренерам. Потому что очень многое читают по губам. Очень многое стараются услышать, ну, повторять. То есть, это был такой момент притирки очень долгий. — Что самое сложное в занятиях с этими ребятами? Как это вообще происходит? Вот они с нуля начинают заниматься, да? И у вас спортивные танцы, там, байны, что это? — Это современное. Ну, мы занимаемся современной хореографией, а дети в основе занимаются хип-хопом и брейком. Это два основных танцевальных направления. — Вот какие проблемы возникают? Не знаю, может быть, они сложно идут на контакт, эти ребята? — Нет, дети абсолютно нормальные, никаких проблем в общении нет, контактные абсолютно. Ну, наверное, первые моменты были, как детям было очень трудно, наверное, понять тренера для того, чтобы изучить его, по губам читать. Это очень важный момент. И, ну, наверное, это самое главное. Во всем остальном все точно такие же дети, как все остальные. — Я, насколько знаю, вы ездили даже в какие-то другие страны, да, с этими ребятами? — Нет, с ребятами мы не ездили. — Не с ребятами, да? — Нет, с ребятами по протяжению некоторого времени, когда мы увидели, что уровень набирают, и мы можем ребят выставлять на полноценные чемпионаты и фестивали, наш основной, наверное, и близлежащий сосед это Новосибирск, и там очень много проходит фестивалей, чемпионатов по нашей специфике. Ребят вывезли в том числе на абсолютно равный уровень со всеми. Мы не говорили о том, что есть там проблемы с нарушением слуха, мы не стали об этом говорить. Ребята очень достойно выступили наравне с остальными своими ровесниками. Из 140 участников, ну, где-то в топ-16 добрались. Я считаю, что это очень хороший результат. По сути, через год всего лишь тренировок. Ну да, да. А они у вас занимаются с ребятишками, которых нормально со слухом, или отдельно все-таки? Да, сейчас стали заниматься уже совместно. Здесь нет каких-то проблем? Нет, никаких проблем нет, потому что в танцевальной среде, в танцевальном мире главная твоя победа – это победа над собой. Как на танцполе показываешь свой уровень, так к тебе и будут относиться. Поэтому, а все остальное, неважно, во что ты одет, слышишь ты или не слышишь, выйди, покажи уровень. Мы действительно начали изначально с этими группами заниматься отдельно. То есть они не пересекались, ребята, с остальными детьми. Только мы их брали на свои внутренние чемпионаты, отчетники. А через год мы их уже интегрировали в совместные группы со всеми детьми. Максим, а вот эти вот международные, межрегиональные, может быть, там, фестивали, конкурсы проходят, они для всех ребят проходят? Или все-таки отдельно для ребят, ну, плохослышащих, допустим? На данный момент специализированных подобных фестивалей я пока не увидел. То есть поэтому нам, может быть, и приходится, а может быть, и к лучшему. А детей мы все-таки стараемся интегрировать в общество, да, в более открытое, в более большое, так скажем. Вы единственные, кто занимается этими ребятами танцевально? Если честно, на территории России очень мало. Я видел подобных примеров. Единственное, это в Липецке есть театр со слабослышащими. Это единственный проект, который я смог найти. Все остальные пока не видел. Особенно с хип-хопом и с брейком. Особенно если это группы и еще интегрированные группы. Будете продолжать эту работу? Мы продолжаем эту работу. Мы на этом не останавливаемся. Тренировки и тренировочный процесс в зале – это одна, конечно, составляющая. Вторая составляющая, об этом мы и на проекте, и на форуме АТР говорили, и заявляли, этим и занимаемся. Это обучение, интерактивное обучение через интернет других слабослышащих детей, которые проживают на территории всей страны. А сейчас есть интерес к этому? На данный момент мы записываем видео и потихонечку его размещаем в интернет-пространстве для любого желающего попользоваться. Есть какой-то отзыв? Может, какие-то уже переговоры? Пока еще нет. Пока еще не увидели отзывов. Я надеюсь, что дети всей России смогут увидеть этот материал и спокойно пользоваться им. Я знаю, что в Алтайском крае, в Барнули, в России достаточно большое количество детей. Там называются десятки тысяч, по-моему, в которых есть проблемы со слабослышащих. Да, цифра действительно очень большая. Если говорить, допустим, по Барнаулу. У нас в самом Барнауле это школа специализированная для слабослышащих. Там более ста детей обучается. В Новоалтайске аналогичная школа с уровнем слуха у детей еще хуже. То есть там уже дети относятся к глухим. И плюс по Алтайскому краю в некоторых районах раскиданы подобные школы. То есть можно посмотреть только в Алтайском крае более 500. Это те, кто специализированно обучается. А есть дети, кто уже отчасти интегрировался в простые школы. Такие дети тоже есть. Я так понимаю, что эта цифра точных данных мы так и не смогли найти. Но я думаю, что она... Ну вот понятно, вторая часть, как выйдет проекта, она рассчитана на всю Россию. А вот на весь край вы не пытались выйти тоже? С этими школами, может быть, каким-то образом контакт наладится? Мы, я думаю, что дальше продолжим. Для нас первой задачей было обучить детей в наших группах, в танцевальной студии, для того, чтобы было на что равняться, ориентироваться. В дальнейшем второй этап – это запись специальных обучающих видео. А дальше уже как раз следующий этап – выход на остальные школы, чтобы ребята могли пользоваться абсолютно свободно данными обучающими уроками. А эти вот уроки, они бесплатно будут? По видео, пожалуйста, все на Ютубе, в свободном доступе, абсолютно бесплатно. А вот в этом году на АТР вы будете представлять мастер-класс? Если честно, в этом году мы на АТР хотели бы уже отдаться полностью учебе. То есть выходите на... Наоборот, отдаться больше, поучиться, потому что АТР – это большой форум, на нем огромное количество возможностей, как участвовать в конкурсе, так и обучение, так и быть ведущим, да, и всего-всего. Но на самом деле за всем не угонишься. В прошлом году, да, действительно, мы совместно с супругой стали лидерами, да, в конкурсной программе победителями, по сути. В этом году нам хотелось уже отдаться полностью учебе и по полной пройти все возможные обучающие моменты. Вот занятия с этими ребятами, чтобы, ну как, номер, да, вы готовите? А это не только номера. Вообще вся структура нашей танцевальной студии, мы работаем в двух аспектах – это постановка номеров хореографические, несмотря на то, что это уличные направления танца, но и также так называемая батловая ветка – это танцевальные поединки и состязания. Не только вот просто готовить этих ребят? Месяц, два, три? А когда как? Все зависит от задач. Ну, верно, видимо, от талантов, способностей, да, ребят? И от способностей, конечно. Бывают дети очень способные, поэтому там три месяца, и они уже готовы выходить на танцполы на равных с остальными. А вот дальнейшая их судьба, они продолжают заниматься, или это они для себя танцуют? Есть такие ребята, которые продолжают заниматься? Ну, им пока еще рано. Все-таки это подростки, 12-13 лет, это школьники, это 7-8 класс фактически, поэтому для них это все-таки… Для себя, прежде всего, да. Прежде всего для себя, это хорошее хобби, достаточно интересное, это также и здоровье. Ну, и возможность, да, интегрироваться в социальные. И плюсы интеграции. Максим, большое спасибо вам за беседу и за вашу такую важную работу общественную. И до новых встреч. Спасибо вам, до новых встреч. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был победитель прошлогоднего форума «Алтай.Роста» в номинации «Лучший реализованный АТР-проект» Максим Кашевой. Спасибо за внимание, до встречи.